Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Утро на Болткоме Утро на Болткоме Почему премьера перенесена была на февраль? Ну, это такое решение продюсеров Рассматривая, что в конце года было очень много латышских фильмов Чтобы не потеряться И главное, что мы хотели, чтобы это был фильм 23-го года Мы подарили нашему... Обычно судьба фильма это 2-3 года Фестивали, телевидение и так далее И теперь, если мы пишем, как говорится, паспорт фильма То это 2023 год, а не 2022 Вот такие простые причины Чтобы путь начался у фильма с начала года А не в конце, когда уже совсем остается мало времени И год заканчивается Ну, я понимаю, что чуть-чуть еще потомили ожиданием зрителей Потому что книга, по которой снят фильм Норы Икстен Наверное, это, ну, без преувеличения сказать, что это бестселлер Потому что 25 тысяч экземпляров для Латвии Это, пожалуй, наверное, рекордный тираж Который был раскуплен, и это только, по-моему, на латышском языке Не считая там еще и других языков Он переведен на 20 языков мира 28 28 Уже Уже 28 Историй И у вас уже как раз прошлая работа как раз была по роману Визма Белшевицына Да Это что, почему вот именно интерес к современной латвийской, латышской женской прозе? Ну, не знаю, это не так специально, что к латышской прозе Но эти две книги, это мои самые любимые книги И вот тот щелчок, который у меня был, когда я прочитала Билла Визма Белшевицы Он повторился, когда я читала «Молоко матери» Нори Икстен И это такой, вдруг ты видишь, ты все видишь, видишь в картинках И уже кажется, что нельзя не снять фильм А вот я понимаю, что ведь есть еще одна ниточка, которая связывает эти две картины Рута Кронберга, актриса, которая снималась у вас и в одном, и в другом фильме Это тоже, ну, какие-то интересные, просто я к тому провожу, что как будто все это не случайно То есть это как-то так связано Да, это очень быстро, мне было ясно, что я хочу еще раз работать с Рутой И мы встретились, она сейчас подросла И если она была очень умной и талантливой девочкой, как ребенок Мы анализировали каждый день съемок, что мы будем делать, как мы будем делать То тут с Рутой, это уже я работала как со взрослой актрисой И мы уже анализировали образ, искали пластику ее образа Она играет Нору Она играет Нору Саму, в принципе И я обратил внимание, что в фильме есть этот момент переключения фокуса Сначала мы следим за Астрой, а затем вдруг, вот как будто бы незаметно Но мы больше начинаем как будто бы в жизнь Норы входить То есть мы видим больше ее, чем даже ее маму Да, это осознанно Это осознанно, потому что она подрастает И она вырастает счастливой, неподавленной, как ее мама И осознанно мы это делаем в сценарии В книге написано параллельно Мать, дочка, опять мать, дочка И мы поняли, что так прыгать по фильму мы не будем Мы сделали такую линеарную версию И тогда уже, конечно, как кристалл уже выходит на первый план дочка Я обратил просто внимание на пресс-конференции Насколько действительно Рута Кронберга Ну, она очень выразила Она уже такая красивая, молодая женщина А съемки фильма продолжались два года И если вот когда в первый момент, когда она появляется на экране Думаю, ну, боже мой, вот все-таки она немножко даже выглядит более старше Чем должна быть по возрасту То потом ты понимаешь, что вот из-за того, что съемки продолжались два года Она ведь тоже росла на съемках И вот росла как ее героиня Вот можно рассказать об этом? Да, обычно это очень невыгодно Потому что финансирование в Латвии иногда затягивается И мы получаем только часть бюджета И часть опять через год Но в нашем случае это было идеально Идеально, потому что Рута могла подрасти И созреть и мысленно, и внутренне И это нам очень помогло Да, она когда уже возвращается с деревни Где она живет с мамой и к бабушке Она уже идет в школу уже взрослее Я сразу вспомнил фильм «Линклейтер» Отрочество, где там просто они снимали каждый год Получая немножечко финансирования И в результате получилась картина Что можно сказать о главной героине? Потому что я думаю, что Ведь это очень такой спорный Ну такой сложный характер персонаж Потому что ведь наверняка многие подумают Что она далеко не такая хорошая Ну как мать, которая практически не занимается ребенком Человек очень резкий в каких-то высказываниях Человек, который, ну знаете, вот сейчас мы к этому подойдем Который не идет на компромиссы То есть потому что ведь каждый из нас Я понимаю, кто застал еще то время Понимал, что можно всегда устроиться, пристроиться Можно вот, ну как бы чуть-чуть, как бы где-то не сказать чего-то И получить больше возможностей заниматься своим делом Она вот не такой какой-то, ну неудобный для власти человека И для, может быть, для окружающих людей Ну да, это вы точно подметили Да, это женщина талантливая, да Занимается наукой, искусственным оплодотворением И помогает другим женщинам иметь ребенка И в тот же момент у нее отсутствует материнский инстинкт у самой Она практически отказывается от своего ребенка уже сразу после родов И потом вот тот парадокс, когда уже дочка подрастает, да И такой тейнэйджер Она становится как будто мать своей матери Да, вот этот парадокс Так что, да То есть они заботятся о ней, да, вот как практически как о ребенке Ну и там, конечно, появляется очень трогательный образ Ессе Который тоже ухаживает за матерью, да Это, наверное, такой образ в Латвии, наверное, в Балтии тоже первый раз Это женщина, но женщина-хермафродит, которая идет за помощью тоже Вот главной героине, гинекологу, когда она уже выслана в село Работать в маленькой такой амбуланции И тоже они дружат, и Ессе начинает ухаживать за ней Роль Ессе, вот я слышал, что это была непрофессиональная актриса Может быть, вы могли бы рассказать, вот как Вы работали, получается, непрофессиональной актрисой с детьми, понятно Это непрофессиональная актриса, но здесь совершенно другой момент Ну, она занята, занималась театром и кино как организатор Мы говорим про Зану, да, Беренд Да, Зану Беренд как кастинг Так что у нее сама среда есть знакома киношная, да Но мы очень анализировали и роль, и у нее такой очень прекрасный талант Не переигрывать, что обычно делают непрофессионалы Не переигрывать, она шла как-то из своего опыта И она тоже очень чуткий эмоциональный человек И мы этим, мы и пользовались ее персональными чертами, качествами Да, 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 да А еще ведь один непрофессионал вот в сцене, в ресторане Здесь тоже получается, что непрофессиональные актеры Хотя, вот в чем смысл вот этой ключевой такой, одной из тоже таких сцен? Ну, она очень несет такое международное понятие тоже О том времени, когда снимается именно когда картина И мы искали, нам нужно было такого хиппи, да, сводомыслящий человек И никак не могла кастинга режиссер найти мне такого среди актеров И я стала ей показывать фотографии нашего литературного критика, писателя Гунтиса Берела И я говорю, вот надо такой, как Берелис Вот такой, а потом я думаю, ну почему такой? Почему такой? Почему не он сам? И мы с ним переговорили И он сказал, что вместе с Майей Довейкой, главной героиней Что это было легче, чем он боялся вначале Потому что у него довольно длинный монолог Майя Довейка, да, вот ее роль, поскольку она ведь ключевая фигура И главная героиня Вот насколько вы искали эту, ну вот, актрису, которая должна была Вот я понимаю, что и Элина Васко-Боттере тоже Она ведь, ее играет в юности И затем вот, как вот, должно было быть сочетание этих актрис Вот как вы ищете этой пары? Ну то, что буду снимать Майя, мне было очень ясно Уже после Биллы, где она играла эпизодическую роль У меня хотелось с ней работать И даже мы не делали такой серьезный кастинг Не искали другого Настолько я была уверена, что Майя, это ее роль А потом Элину Васко уже тоже такой щелчок В одну ночь, когда ты думаешь о фильме Когда не спится, и вдруг, я думаю, она же тоже такая же Ну, хрупкая и в то же время очень сильная внутри Да, как и похоже чем-то на Майя У них носы одинаковые И мы делали кастинги, фотографии И потом уже у Элины было довольно сложное задание Потому что первый год мы уже сняли часть с Майи И мы ей показывали материал Чтобы она ловила жесты Майи Какой-то поворот головы Ну, чтобы не только внутренний, но чтобы и пластику Пластику работали над этим, да Чтобы зритель как бы... И в принципе главной игрой играет четыре актера Младенец девочка совсем Потом девочка Астра-пионерка Очень, кстати, тоже очень хорошо она сыграла Хорошая девочка, да, большой кастинг у нас был И потом Элина Маско-Боттер в молодости Ну и Майя Довека как основная По поводу вот теперь продюсерской роли Екатерины Скажите... У нас огромная команда Да, ну я понимаю, что да Огромная команда продюсеров Но я понимаю, что одного из актеров Удалось вот привести для маленькой совсем роли В Ленинграде соседа Вообще это удивительная история фильма Потому что книгу я тебе подарила Вот три назад Когда мы начали вести только первые переговоры С Нарой И еще фильм... Еще было обсуждение только с Минкультом тогда Но уже тогда я просто грезила Чтобы все это осуществилось И доводы Инары То, как она рассказывала, как она видит кино Конечно же, были настолько прекрасны Что хотелось, чтобы это все воплотилось И всем своим друзьям, коллегам киношным Я рассказывала сюжет картины Когда мы увидели с Алексеем Горбуновым в Риге Совершенно по поводу другого проекта То я сказала, что есть потрясающая книга Есть уникальный режиссер Но там очень маленькая роль Но знаковая, которая переворачивает всю судьбу главной героини То есть после... Вот знаете, бывает, мы встречаем Есть жизнь до и кардинально после И какой-то один человек влияет на всю твою судьбу И то есть это должен быть очень мощный актер И очень мощный человек И Алексей Горбунов, на мой взгляд, великолепно справился с этой задачей Потому что у него, по большому счету, экранного времени Ну вообще совсем два маленьких эпизода То есть для того, чтобы создать какой-то образ И с его величиной, конечно, предлагать ему эти два маленьких эпизода Ну было так для меня сначала страшно Но когда я пересказала ему книгу А потом мы еще увиделись за обедом И это было, по-моему, так здорово Мы ели отварную картошку с укропом И я сейчас, как сейчас это помню И как-то так получилось Да, пеплую весеннюю Да, 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 прям совсем молодую И он говорил, боже, это как дома И это уже было такое какое-то ощущение Что ты в какой-то семейной саге То есть ты куда-то перенесся во времени И когда он выслушал Энару И то, как она видит этого героя То уже не было больше сомнений Что Алексей Горбунов Будет вот этим движком Этим триггером В переломном судьбе главной героини Да, очень яркая роль Несмотря что маленькая Все по-прежнему Путь к сердцу актера, как и мужчины Лежит через молодую отварную картошечку Ну хорошо, у Алексея эпизодическая роль Хоть и главная, хоть и важная Но тем не менее Я обратил внимание Что все больше привлекается Непрофессиональных актеров Не только в вашем проекте Но и в других С чем это может быть связано в принципе? Ну видите, кино Сравнительно с театром Более органичное искусство, да И очень важны Ну типажи Такие нестандартные И, наверное, это Привлекает режиссера Работать с человеком Не который пришел со сцены Да, потому что Киноактеров как таковых У нас не воспитывают У нас просто актерский факультет Да И когда, если ты Попал в точку С этим непрофессионалом Да То это всегда может Получиться очень ярко Так как я нашла Для Биллы Руту Кронберга Мне уже было ясно Ну я уже работала Как с актрисой с ней Да Так что я думаю Что это Вот эта яркость И еще Очень много сейчас Выходит разных сериалов И хороших И плохих Разных И как будто уже Этих актеров Зритель видит Очень много Латвия маленькая страна Актеров тоже Не так-то много Все время Одни и те же Шанс стать звездой Да А можно сказать Что непрофессионал Играет самого себя Ну то есть Да Если попасть в точку То из каждого человека Можно вывлечь Вот эту Одну единственную роль Которую он может Сыграть блестяще Если попасть Да Тогда получается Уже он не играет Он ее Проживает Проживает Он просто ведет себя Но для меня Например уникальность Инары Как режиссера В том что Ну она гениальный На мой взгляд Документалист И И то Что она говорила До этого Что очень Естественно Не переигрывают То есть Когда ты смотришь Героев Инары У тебя всегда Есть ощущение Естественности Что для меня Например Очень важно То есть что Ты выживаешься Ты с ними Проживаешь Именно из-за того Что они не переигрывают И заслуга Это естественности Конечно же Попадание В типажи Ну от этого Соответственно Ты больше Вовлечен Ты не отвлекаешься На то Что ты Не верю И больше Проникаешься И катарсис И понимание К чему все это идет А мы получили За эфиром Вопрос Почему Этот фильм Самый главный В Латвии В этом году Ну мне трудно сказать Не знаю Сколько еще Фильмов будет Но пока Да Пока Это главный Фильм У нас Рядом Выходит А еще Кукольная Анимация Выходит Тоже сейчас В январе Самый главный Наверное Потому что Там затронут Вечный вопрос Человеческих Ценностей И Вот мы уже Были на одном Интервью на телевидении С Инарой И мы говорили о том Что Рассказывали о том Что после фильма Билла Инаре приходило Много писем О том Что родители Пересмотрели Своё отношение То есть Когда Ты же живешь И ты себя со стороны Ну как бы Тебе сложно увидеть Да И после фильма Билла Когда увидели Вот это вот Отношение родителей Очень многие Посмотрели на себя Со стороны Так вот Почему это Главный фильм года Потому что Я надеюсь Что он добавит В целом Человечности В пространство И очень многие Увидят себя Со стороны Да Мы можем В принципе Наверное Коснуться и того Что фильм Ведь Очень Охватывает Большой Временной Период Мы уже говорили О том Что очень Сложные Всегда съемки Которые связаны С реконструкцией Событий Того времени Вот я обратил Внимание Там Сколько было Таких примет И нужно было И одежду найти И там Этот В фсигма Которая Присутствует Там Какой-то Вожделенный Этот магнитофон Который Был В каждом доме Вот Эти Все Как Все Это Собиралось Каким Образом Кто Приносил Может быть Что-то Какие-то Детали Ну Художественный Департамент Работал Очень Серьезно Потому Что У нас Очень Много Локаций И Все Они Сделаны С нуля В каких-то Старых Пустых Квартирах Где-то Еще Все Перерабатывалось Чтобы это Было Как можно Ближе К Павильону Но Чтобы Все Это Было Как Можно Ближе К Правде И Как-то До Этого Вот Прибило Мы Думали Что Люди Сохранили И Хранят Старые Вещи Вещи Улмансского Периода Да От Советского Как-то Стараются Избавиться Но Нет Нам Приносили Уникальные Реквизиты И Даже Мебель Хотя Советская Мебель Один Раз Ее сложить Можно Хорошо Если Ее Разбирать Везти К нам На Площадку И Собирать То Это Сложнее Да Но Очень Тщательно Подбирался Реквизит Мне Это Было Очень Важно Чтобы Вся Эта Атмосферность Советская Кому-то Это Было Воспоминание Молодому Поколению Это Опять Что-то Новое Увидеть Да И Поговорить Может быть С родителями Заново И Главное Конечно В фильме Для меня Эти человеческие Отношения Отношения Женщин Мать Дочка Бабушка И Это По-моему Важно И сегодня Говоря О взгляде Действительно Какую роль Для сегодняшнего Человека Может быть Играет Прошлое Потому что Мы Все равно Связаны С этим Прошлым Незрим Аминитами И Я Начал Смотреть Всевозможные Интервью Норы Икстены Которые Она давала И по-моему Янису Домбурсу Она Даже Сказала Какую-то Удивительную Вещь Что В фильме Есть Какие-то Моменты Когда ее Приходят Из КГБ В школу Вдруг Она сказала Что Тот Чекист Чекист Который Меня Допрашивал В школе Я С удивлением Узнал Что он Продолжает Работать В судебной Системе Этот же Человек Просто Как бы Совершенно Спокойно Перешел Дальше Я могу Привести Свой Пример Личный Потому что Я знал Не могу Сказать Что Дружил Но Когда учился В Москве Мы познакомились С Константином Пупурцем Который Первым Был Пронес Флаг Красный Белокрасный От Статуи Памятника Свободы И он Однажды В разговоре Когда мы Говорили Он Потом Приехал В Латвию Он говорил Что я все равно Себя чувствую Странно Потому что Те люди Которые Исключали Меня Из Университета Латвийского Потом его Перевели В Латвийский Университет Они все еще Они тоже По-прежнему У власти Ну как-то задевало Я понимаю Что вот Вот это все Вся эта ситуация То есть мы В принципе Можем Наверное Ну вот Оглядываясь Прошлое Говорить о том Что оно Не отпускает Нас Да Да Мы можем Это очень актуальное Кино сейчас Да Да И у нас тоже Об агрессии Режима Относительно Людей То есть Ну вот эти вот Темы Насколько Если говорить Про актеров Непрофессиональных Про детей Которые снимались Как они воспринимали Вот то Что их погружают Вот в эту атмосферу То есть Эти красные галстуки Не знаю Там Противогазы Там и прочее Ну вот Ну им было Очень интересно Особенно Тот эпизод Где в начале Фильма Где Где моложе Дети Да И они И неужели С фартуками Ходили в школу И шагать И я рассказывала Что такие пионеры Да И все Вот маленькая астра Которая школьница И все Она мне напомнила Какой была Рута Кромберг В Билле Что ей все интересно Все надо Ты ей объяснил Так она еще и за технику Поинтересуется Что этим делает Что темы И подходила ко мне К монитору Смотрела тоже Ах это так делается Да Вот Но именно Тот период Пионерского детства Я им объясняла Да Что был Другой режим И дети все равно Все равно Это детство И Сказать что Все было плохо Тоже нельзя Потому что Да Это значит Отречься от своего детства От своей молодости У меня Вот сложилось впечатление Когда я смотрела фильм Будет ли Более полная версия сериала Нет Нет Потому что у меня ощущение было Иногда Что что-то Ну вот Не успеваешь Понять То есть кажется Что времени мало Для того Чтобы это все рассказать Подробно То есть какие-то Сюжетные линии Какие-то персонажи Которых вот Ну они уходят И потом тебе хочется знать Что с ними случилось Дальше Ну да У нас пропала линия отца Да Это жалко Да Мы сняли Но фильм получился Немножко длинный И тянулся И было ясно Что там Не надо коротить Кадры А надо Коротить Эпизоды Что И мы отказались От более тщательного Показа Образа отца И начало фильма Более фрагментно Фрагментно Да Проходит Потому что Мы Даем понятие Откуда Откуда Приходит Вся Вся история И вся Судьба Героинь А уже Вторая половина фильма Она более Такая Ну Как по-русски сказать Ну Как река Течет Течет Да Но он весь Так И мне кажется Это настолько Потрясающее Повествование Сейчас Очень важно Когда у тебя Не Мелькают Картинки Бесконечные У тебя Очень Резкий Монтаж Кат Да 12 фреймов А когда у тебя Действительно Повествование Течет Как река И все эти Эпизоды С рекой И ты можешь Ну туда Прямо Действительно Зайти В эту историю Вот с таким Повествованием Очень Плавным Слово о том Как войти В эту реку В это Повествование В эту историю Фильм Выходит в прокат Не будет Длинной версии Но в принципе Какова его судьба Дальше Прокат в Латвии Понятно Более широкая Аудитория Конкурсы Оскар У нас уже У нас уже Есть Как сказать Дистрибьютор Зарубежный Дистрибьютор И он будет Организовать Сеанс В Берлине Это Туда Съезжается Все И телевидение И кинопрокатчики Это Один из Такой Лучшей Платформы О какой Мы можем Мечтать И потом Уже Мы будем Посылать Сейчас И на Другие Фестивали А будет Есть В конце концов И сарафанное Радио Тут Недавно Просто я прочитал Удивительную историю О том Как Сейчас На Оскар Выдвинута Актриса Рейнсбору Анжела Рейнсбору Она Английская актриса Сыграла в маленьком Совершенно Фильме Который Прошел Незамеченным Но Она Позвонила Своим Подругам Актрисам Те вышли На Шарлиз Терон Так посмотрел Фильм Ей понравился Она стала То есть Вот эта вот Народная молва Которая разошлась Она помогла Этой актрисе Попасть в номинации Оскара Хотя не было Билбордов Не было Ну вот Вот это вот Насколько важно Как сейчас Продвигается фильм Для того Чтобы вот Его посмотрели Люди Для того чтобы Его зацепить Ну интерес большой Ажиотаж в Латвии Очень большой Раскуплены В первые Часы Да Все раскуплены Да Все первые дни Но фильм будет продолжаться В прокате Пока будет Жритель В прокате По всей Латвии И также В домах культуры Будут английские Субтитры И русские Субтитры Так что Я понимаю Что это совместно Ведь с Бельгией Да Это совместная Работа с Бельгией Мы в Бельгии Делали все Спецэффекты Цветокоррекцию Я ездила В Брюссель С оператором Но у нас Сама команда Тоже очень Международна Я работала С литовскими Коллегами Оператор из Литвы Художник из Литвы Кстати Художник Тот Который делал Как главный Художник Сиси В Латвии Который Снимался Сериал И также Звукорежиссер Мы ехали В Вильнюс Мы работали С ним Ну и Режиссер Монтажа Тот же С которым Я работала На Белле Я очень попросила И продюсеры Мне разрешили Я работала С Михаилом Ланским Он приезжал Из Праги А еще Мы забыли Сказать про музыку Замечательную О да Потому что Мне кажется Что музыка Тоже Как бы Такой автор Фильма Потому что Ну это Местами Прямо Она ведет Звучит Создает настроение И Вот на пресс-конференции Автор музыки Сказал Ну я не знаю Шутка это была Или нет Что он смотрел Фильм Больше Больше Количества Раз Чем Кто-либо Другой Потому что Он каждый Эпизод Отсматривал По сто Раз Чтобы Проникнуться И написать Вот именно Музыкальную Партитуру Да Мне очень Рано Было Ясно Где будут Музыкальные Места Уже при монтаже И уже при монтаже Он посылал Какие-то Примеры Мы Монтировали На эту музыку Потом Опять Встречались Меняли Очень творческие Длинные Процессы Я думаю Что он По частям И целостно Действительно Просмотрел Ну не столько раз Сколько я Конечно Но очень много раз И композитор Раймонд Стиглз Известный Ну вот Такая Киномузыка Он писал Для сериала Но вот Кино Это Для него Дебют Да И я очень Довольна музыкой Симфонета Рига Там То есть Это в принципе Да Мы записывали Да Симфонета Рига И Квартет Эта музыка Мне кажется Абсолютно Иллюстрирует То что написала Нора Икстена У Нора Икстена Есть В Малаке Матери Потрясающая Цитата Когда наша главная героиня Находится В музее И видит картину Которая ее поражает От которой она падает В обморок То до того Как выпасть в обморок Она когда идет По музею И там есть Такая цитата Что Я бы хотела Что Точнее я чувствовала Как с меня В меня Все это проходилось Как сквозь решето И то есть Мне кажется Вот эта вот Музыка Она как раз Создает Этот эффект Того Что Через тебя Проходит Эта картина Как сквозь решето Как вот у Нора Икстена Ее слова В ее семейной саге Я думаю Что в принципе Будет Наверняка Желание у многих И сохранить Эту музыку Может быть Потом на компакт-диске Приобрести Потому что Действительно Такое очень Монументальное Такое произведение Ну что же Я смотрю Что время наше Вот потихонечку Подходит к концу Фильм Который снят По Одному из самых Популярных Романов Латвии Норе Икстене Молоко матери Экранизация Которая Может быть Чуть-чуть Вот пожертвовав Какими-то сюжетными Линиями Может быть Но это свой взгляд Своя интерпретация С Очень яркими Актерскими работами Это Майя Довейка Это Рута Гронберга Наверное Самый главный Вот исполнитель Матери И дочери Блестящие Эпизодические Работы Фильм Который Охватывает Так По-моему С 45-го Получается С 40-го С 40-го Да До 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 Практически Вот этот Огромный Период В котором Задействовано Огромное Количество Актеров В котором Задействовано Большое Количество И Всевозможные Старые Техники И Массовки И огромных Там есть даже сцены Вот С большим количеством Людей Массовки То есть это все Вот такое Огромное Полотно Которое Рассказывает Об истории Латвии И в котором Вот переплетаются Судьбы Разных Людей Все это Совсем скоро На экранах В начале По-моему Второго Со второго В кинотеатрах Во всех кинотеатрах Латвии Со второго Февраля Мы ждем Ну и об этом Полотне Нам рассказали Режиссер фильма Инар Колмана И продюсер Екатерина Ланская Огромное вам Спасибо Спасибо вам Хорошего дня Всем На одной волне С городом Радио Болтком